Добрый вечер, друзья! Особенно трудолюбив, может работать даже по ночам. К концу проекта наконец-то нашел типографию, где печатают идеальные наклейки, которые не стираются. И медийная работа теперь его конек. Итак, поприветствуем Ильдар Гатиатуллин. Огромные аплодисменты! Ильдар, привет! Ты очень хорошо выглядишь. И у меня к тебе один маленький вопрос, один короткий ответ, окей? Самый большой твой вызов в проекте? В проекте очень много было вызовов, на самом деле. И каждый день Бог что-то нового придумал для меня. Вчера, например, научился стены штукатурить и шпаклевать. Правда, не отличаю от этих понятий до сих пор. Но все равно много всего было. Но самый главный вызов, наверное, был связан с финансами, потому что это что-то, о чем тебе постоянно нужно было думать. Нельзя было это решить в один день. Но, слава Богу, за людей, которые всегда помогали финансово, либо как-то просто словом ободрить. И это реально очень важно для меня было. Спасибо. Огромный аплодисменты Ильдару дадим. И следующий участник Имеет два коронных блюда. Креветки в сливочном соусе и крем-суп. Знает все репетиционные базы в округе. За этот год стала мастером фестивалей и концертов. Умеет бесплатно снять каток или кафе для съемок клипа Simple Stuff. Ваши аплодисменты, Яна Демидович! Яна, привет! Вот и все. Вот и все. И у меня короткий вопрос и короткий ответ. Ты верующая с детства. Да? Правда? Зачем тебе ГДБ? Ну, в жизни моих родителей было время, когда они выбрали служение. Ну, посвятить свою жизнь Богу. И я думаю, что такое время приходит в жизни каждого человека. Вот мое время. И я ни разу не пожалела об этом. Огромные аплодисменты. И мы идем дальше по списку. Итак, внимание. Любит ночную Москву, готовит вкусную шарлотку, отличается своей наивностью и непосредственностью. Отчаянно занималась организацией лагеря в Норвегии. Ваши аплодисменты, Алена Дорохова. Алена, привет! Ты волнуешься немножко, неважно. Короткий вопрос. Ты вместо Норвегии отправилась на миссию в Нижний Новгород. Какие впечатления? Ну, это было по-настоящему замечательным благословенным временем. Я была счастлива послужить там. Тебе понравилась поездка? Да, очень. На самом деле, спасибо, Алена. Огромные аплодисменты давайте дадим. И я, знаете, скажу. Она съездила в поездку и привязала сюда 15 человек потом на молодежку. Вот, огромные аплодисменты давайте дадим ей. Ваши ладошки сегодня устанут, поверьте. Следующий участник. Она всегда с утра молчит, носит разные носки, готовит безумно вкусный кофе. Расселила на конференции ЮС более 700 человек. Мечтает о своей кофейне. Кира Коваленко! Кира, привет. И у меня к тебе тоже есть вопрос. Что ты будешь делать после проекта? Изначально я хотела поехать в Питер и просто жить обычной жизнью. Но тогда я подумала, зачем тогда был проект, зачем я его заканчивала. И я решила, что я пойду на второй курс библейки и в январе поеду наслаждать церковь в Питере. Огромные аплодисменты! Спасибо, Кира. Она на самом деле, знаете, на репетиции не сказала, каким будет ответ. И сейчас она сказала. Так что огромные аплодисменты. Следующий участник. Умеет готовить корейскую еду. Иногда, когда у нее хорошее настроение, она читает рэп. Стала активным участником молитвенной кампании «40 дней за жизнь». Некоторые до сих пор получают ее письма. Ваши аплодисменты, Катя Ли. Катя, очень хорошо выглядишь. Ты не волнуешься, да? У меня к тебе вопрос. Вопрос. Смотри, ты вела домашнюю группу, служила в церкви, да? Зачем тебе год для Бога? Я годы напролет молила Бога, чтобы Он использовал меня. Господь, используй меня. Мне нужен был вызов, что-то радикальное. И Господь призвал меня на служение в год для Бога. Ты советуешь людям, да? Я советую, потому что я счастлива. Огромные аплодисменты. Давайте дадим Кате. Она научилась читать рэп в год для Бога. И следующий участник. Внимание. Неусыпный страж порядка в штабе ГДБ-6. Умеет готовить мясо-суп. Исполнил мечту Бреда Ховкиса. И прокатил его на машине отечественного производителя. Повелитель всех социальных сетей. Если бы Стив Джобс жил бы до сих пор, он гордился бы им. Антон Новиков. Больше и больше аплодисментов. Антон. Самые неординарные и сложные задачи в год для Бога. У меня они все были неординарные, срочные и страшные. Ну, самое-самое-самое-самое-самое. Разорвать контракт с Осипом Пригожиным. Чтобы он это не понял. Огромный аплодисмент. Давайте дадим Антону. Спасибо, Антон. Это все аплодисменты для тебя. И следующий, следующий участник знает тысячи один способ, как развлечь подростков. Часто была в роли переводчика. Решала вопросы с охраной Филиппа Киркорова. Не умеет есть китайскими палочками, но очень хочет в Китай. Ирина Чуйко. Ира, привет. Один вопрос к тебе. Что это за мечта такая про Китай? На самом деле Китай привлекал меня давно, но именно в проекте «Год для Бога» все это сформировалось в такую большую мечту поехать и служить там людям. Ну, у тебя есть задача научиться китайскими палочками есть. Я постараюсь. Огромный аплодисменты Ирине. Еще один участник у нас есть. Царица ТВ-отдела. Может пить молоко в неизмеренных количествах. Знает ответ на любой вопрос. Смонтировал бесчисленное количество роликов и тизеров. Мечтает создать бесплатную школу верховой езды для больных детей. Александра Шальнева. Ваши аплодисменты. Саша, привет. Привет. Ты не волнуешься, да? Нет, не волнуешься. Я вижу. Вопрос. Как ГДБ помогло тебе выучить новую профессию? Я пришла в ГДБ для того, чтобы изменить себя и полностью изменить свою жизнь. И спасибо большое Алексею Романову, который полностью поставил меня совершенно в другую задачу, которую я не знала в своей жизни раньше. Спасибо большое. Спасибо, Александра. Давайте аплодисменты. Я помню, как она пришла и говорит, Паша, научи меня делать видео. Я говорю, нет. Но она научилась и сделала кучу тизеров, которые вы сегодня видите. Огромные аплодисменты. Давайте дадим ей. Следующий участник с утра любит есть суп. Он постоянно любит есть суп. Всегда перед посещением пользуется своим лучшим парфюмом. Тимир Года, которого любят все подростки. После Год для Бога возвращается в Самару, чтобы служить там подростковым лидером. Слава Шпаковский. Больше, больше, больше аплодисментов. Слава, рад тебя видеть. Ты очень круто выглядишь, правда? Будущий подростковый пастор. Вопрос один. Москва всех манит. Всех манит. Всех привлекает. Все здесь находят работу. Зарабатывают большие деньги. Зачем ты возвращаешься в Самару? Все просто. Еще до проекта я принял решение, что вернусь домой. В свой родной город. Потому что там мои друзья, там моя церковь, там мое сердце. Огромные аплодисменты дадим. Спасибо. Слава. И знаете, вот и все. Ребята хотят сказать вам небольшие слова, поэтому ваше внимание. Мы никогда не забудем, я никогда не забуду. Когда у меня была очень тяжелая финансовая ситуация в проекте «Год для Бога», я была на грани вылета. И один человек чудесным образом оплатил весь мой долг. Это составляло 48 тысяч рублей. Спасибо большое вам всем за то, что вы поддерживали нас финансово. Спасибо за то, что вы поддерживали нас молитвенно. Спасибо большое вам. Мы никогда не забудем вас, наши лидеры и наставники. Маша Подольская, Женя Подольский, Женя Полонский, Маша Подольская. И многие-многие другие, Аня Панина, Паша Бубнов, вы помогали нам справляться с трудностями, вы учили нас, вы помогали нам преодолевать разные вызовы. И спасибо вам. Мы никогда не забудем вас, наши дорогие школьники и студенты. Ваши горящие глаза и ваши смелые поступки. То, как вы евангелизировали в своих учебных заведениях и дарили Библии. Женя Кайзер, Вика Димоско, Лера Вика Коростяны, Никита Яровой и многие-многих других, кто сейчас сидит в этом зале. Спасибо вам. Стать частью вашего года было для нас привилегией. Спасибо вам. Мы никогда не забудем, как после подросткового лагеря группа подростков были настолько вдохновлены Словом Божьим, что решили взять пост за одну девочку, которую мама не пускала в церковь. И на следующее воскресенье она была с нами на собрании. Мы были рады служить вам. Спасибо вам. Мы никогда не забудем вас, наш пастор и учитель Алексей Романов. Спасибо. Вы так редко говорили, как делать, но вы показали нам очень много на деле, как нам быть и что делать. И этот год, он никогда не оставит нас прежними. И это было честью служить с вами в одной команде. Спасибо вам. Мы никогда не забудем вас, наши дорогие пасторы и учителя, наставники библейских курсов, за то, что вы заложили мощное духовное основание, на котором мы теперь строим свою жизнь и служение. Также спасибо Дмитрию и Елене Кравченко за особую любовь к ГДБшникам и за то, что они никогда не давали нам расслабляться. Спасибо вам. Спасибо вам. Мы никогда не забудем, когда перед нами стояли невыполнимые на первый взгляд задачи. Мы катали Брэда Хоукса на старой разбитой ладе, передавали бесплатно через незнакомых людей приглашения в Швецию, снимали в кратчайшие сроки видео и клипы, распространяли билеты на фестиваль «Призван быть первым». Спасибо за эту огромную школу в жизни и в служении. Антон, перед тобой и сейчас тоже была такая непростая задача, два микрофона в две руки. Спасибо вам за то, что вы были с нами весь этот год, правда? И вы знаете, в вашей жизни завтра все начнется по-другому, а в нашей жизни снова на год назад. Сегодня уже приехали новые тимеры и все, что вы уже знаете, нам придется снова и снова и снова проходить. Седьмой раз. Вообще, говорит Сергей. И вы знаете, по традиции мы всегда делаем такой подарок команде «Год для Бога». И тогда у нас есть для вас что-то, что вы, я думаю, будете хранить, наверное, всю свою жизнь. По крайней мере, я видел это во многих проектах «Год для Бога». Это… Так, Кира, подожди. Антон, бери тебе. Это мужские. Тут есть какая-то разница, мужские есть, вот это мужская, да. Чуть руки трусуются, Антон. Слава тебе. И тогда, Дарик. Это, в принципе, медальон, который, наверное, стоит вам не то чтобы года, а порой, может, даже целой жизни того, что происходило здесь. И когда он будет на вашей шее, наверное, так правильно сказать, да, вы будете вспоминать то, что происходило здесь. И когда вам будет трудно, наверное, смотрите на него, потому что тогда он, я не знаю, может быть, исцелит вас. Говорят, что эти медальоны имеют исцелительную силу. Но, по крайней мере, вы поймете, что не так все трудно, потому что было труднее когда-то, когда вы были в «Год для Бога». Я помню, Катя… Катя тоже какие-то трясутся. Я помню, когда… Так, Катя… Когда Катя хотела оставить проект. И всем было трудно порой время от времени, но вы все дошли до конца. Спасибо вам большое, что вы остались верными, и то, что вы были с нами этот год. А на самом деле все продолжается. И ваша жизнь продолжается, и наша жизнь продолжается. И мы всю жизнь будем вместе, как верующие, как братья и сестры, а потом будем на небесах. Спасибо вам большое за этот год, за то, что вы трудились вместе с нами. Под ваши бурные аплодисменты мы провожаем вас. Спасибо большое. Спасибо.